Здравствуйте, ребята! Сегодня мы приступим к изучению раздела третьего обработка информации в электронных таблицах. Тема сегодняшнего урока статистические данные, использование данных различного типа в электронных таблицах. И цель нашего обучения это создавать абсолютную и относительную ссылки, а также различать форматы данных для решения задач в электронных таблицах. Сегодня на уроке мы с вами повторим основные элементы интерфейса окна Excel, а также узнаем, как используются относительные и абсолютные ссылки, какие форматы данных применяют в Excel. Вспомните, как запустить программу Excel, что такое активная ячейка, как изменить высоту и ширину строк и столбцов. Прежде чем мы приступим к изучению новой темы, давайте повторим основные элементы интерфейса Microsoft Excel. Пожалуйста, нажмите на паузу, отсканируйте QR-код, перейдите на задание и выполните задание на соответствие между названием и элементом интерфейса электронных таблиц. Новые термины, которые будут применяться сегодня на уроке. Статистические данные, абсолютная адресация, относительная адресация, смешанная адресация, форматирование ячеек. Нажмите на паузу и запишите данные термины в тетрадь. Статистические данные это совокупность количественных, то есть цифровых, характеристик, полученных в результате статистического исследования, наблюдения и научной обработки. Остановите видео и запишите данное определение в тетрадь. Основными элементами табличного процессора Excel является ссылка и ячейка. Ссылка это адрес объекта, то есть ячейки, строки, столбца, диапазона ячеек, которые используются при записи формулы. Ячейка это основной элемент электронной таблицы, образованный пересечением столбца и строки. Адрес ячейки или координата ячейки определяется названием столбца и номером строки. Например, А1, С18 и так далее. Запишите, пожалуйста, данные определения в тетрадь. В формулах Excel можно использовать три типа ссылок на ячейки. Это относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Относительные ссылки изменяются при копировании в зависимости от нового положения формулы. Примером относительной ссылки является А2, B7, D13. Абсолютные ссылки в формулах используются для указания фиксированного адреса ячейки. При перемещении или копировании формулы абсолютные ссылки не изменяются. В абсолютных ссылках перед неизменяемыми значениями адреса ячейки ставится знак доллара. Например, вот данная ссылка. Смешанные ссылки – вид адресации, в которой столбец является абсолютным, а строка – относительный. Или наоборот. Давайте рассмотрим пример относительных, абсолютных и смешанных ссылок. А2. Данная ссылка относительная. То есть при перемещении или копировании формулы меняется как строка, так и столбец. Второй тип ссылки – не меняется строка и столбец. Это абсолютная ссылка. Третий тип ссылки – не меняется строка, но меняется столбец, так как строка у нас абсолютная, а столбец у нас относительный. И последняя ссылка – меняется строка, но не меняется столбец. Столбец у нас абсолютный, а строка в данном случае без знака доллара, значит она относительная. Отсканируйте QR-код и выполните задание. Перед вами будут появляться различные ссылки на ячейки, фразы и так далее. Распредели их по четырем категориям. Абсолютные ссылки, относительные ссылки, смешанные ссылки, а также ссылки, запись которых выполнена с ошибкой. В электронной таблице Excel можно настроить формат каждой ячейки по желанию пользователя. Неформатированные электронные таблицы могут быть тяжело читаемыми. Форматированные же ячейки могут привлечь внимание к определенным частям электронной таблицы, сделав их визуально более заметными и легкими для понимания. Формат ячеек или данных можно изменить с помощью команды «Формат ячеек». Вызвать диалоговое окно «Формат ячеек» можно двумя способами. Вызвать контекстное меню, то есть нажав правой кнопочкой мыши на ячейку, либо группу ячеек, выбрать команду «Формат ячеек», либо вкладка «Главная», раздел «Ячейки», кнопка «Формат», выбрать команду «Формат ячеек». После выполнения команд откроется диалоговое окно «Формат ячеек», который содержит несколько вкладок. Число, выравнивание, шрифт, граница, заливка и защита. Вкладка «Число» – одна из самых полезных функций в Excel. Она дает возможность форматировать числа и даты разными способами. Существует несколько видов числовых форматов. Они представлены у вас на картинке. Изучите остальные значения вкладок, выравнивание, шрифт, граница, заливка и т.д. Из контекстного меню «Формат ячеек» самостоятельно, прочитав материал учебника, параграф 10, страница 61-65. Выполните задание. Соотнесите форматы данных с их внешним видом. Перейдите по QR-коду и выполните задание. Выполните задание на компьютере. Откройте Excel. Заполните, создайте и заполните таблицу «Спортивные достижения сборной команды РК». Вычислите общее количество бронзовых, серебряных и золотых медалей, завоеванных казахстанскими спортсменами. Воспользуйтесь формулой автосуммы. Отформатируйте таблицу соответствующим образом. Используйте заливку и т.д. Сохраните таблицу под названием «Универсиада Excel». Сегодня на уроке мы с вами повторили основные элементы интерфейса окна Excel, узнали, как используются относительные и абсолютные ссылки, а также познакомились со смешанными ссылками, узнали, какие форматы данных применяют в Excel. Ответьте на вопросы. Что нового вы узнали на этом уроке? Что осталось неясным для вас? Что вы хотите узнать в дальнейшем? До новых встреч! До свидания! До свидания! До свидания!